Что является узаконенным посещать Медине? Когда человек отправляется в Медину, его намерением должна быть мечеть Проксалсом, то есть молитва в мечети Проксалсом. И ни в коем случае его намерение не должно быть посещением могилы Проксалсом, когда он выходит в сторону Медины. То есть когда он отправляется в путь, чтобы посетить Медину, он делает это с намерением посетить мечеть Проксалсом и помолиться в ней, потому что молитва в мечети Проксалсом приравнивается одна тысяча молитв. И поэтому шайтан в наше время заблуждает людей тем, что люди, прибывая в Медину или же в Мекку, начинают ходить по рынкам и так далее. Зачем? Сиди в мечети, будь это в Медине или в Мекке, чтобы взять награду. Ты же не пришел сюда, чтобы что-то купить, не прибыл сюда, чтобы что-то купить, чтобы посетить своих друзей или для каких-то других вещей. Так же сунной является, если ты прибыл в Медину, совершить омовение у себя в гостинице и отправиться в мечеть Куба и там совершить два ракаата. И это было первой мечетью, которую построил Пророк Салаллаху Алейхи Саляма в Медине. И он за это получит награду совершения полной умры. И это касается как мужчин, так и женщин. Мужчины имеют право посетить три могилы. Могилу Пророк Салаллаху Алейхи Саляма и его двух сподвижников Абу Вакра и Умара. Также является желательно посетить могилы шахидов на Ухуде. И также могилы, которые находятся рядом с мечетью Пророк Салаллаху Алейхи 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 Саллах Говорит, если женщина прибыла в Медину, она имеет право помолиться в Рауде. Если Микелу окажется рядом, то она может просить благословение за Пророка. Что же касается того, что она специально идет, чтобы посетить могилу Пророка Саусом, то это запрещено. Значит, у нас 5 видов узаконенных видов посещений. Первая, две мечети, это мечеть Пророка и Куба. Три вида могил, которые перечислил шейх. Что касается посещения могил, то это касается только мужчин. Женщина этого не делает.